В эфире программа 7 минут. Здравствуйте! И в гостях у меня сегодня Вадим Косын, владелец ресторана полезного питания «Вокшоп». Вадим, здравствуйте! Добрый день, Наталья! Добрый день, уважаемые телезрители! Рад, что пригласили меня в студию. Давненько не появлялся на телеканале. Мы тоже рады. Скажите, пожалуйста, откуда вообще взялась идея открытия ресторана полезного питания? Мой ресторанной опыт, рестораторский опыт не столь велик. Мне давно хотелось заняться чем-то интересным, чтобы разнообразил наш город. И выбор пал на индустрию общественного питания. Вокшоп стал первой ласточкой. И это часть всего, чего я хочу сделать. Потому что окончательная моя цель – глобально это сделать общественное питание Рязани разнообразным. Обычно, когда мы выходим на улицу и хотим перекусить, перед нами стоит выбор. Либо полезная еда, либо дорогая, либо что-то быстрое, что экономит твое время. Хотелось бы в проекте Вокшоп совместить все эти три вещи. Сделать еду доступной. При этом, чтобы она не была не вредна для твоего желудка. И хоть отчасти напоминало то, что мы кушаем дома. Вообще, многие считают, что если еда полезная, значит, она невкусная. Таким людям я рекомендую прийти в Вокшоп, попробовать хотя бы наши вафли. Потому что они бесподобные, на мой взгляд. Придем обязательно попробуем. Вадим, вот ресторан полезного питания. Вы, в принципе, за здоровый образ жизни? Я, вообще-то, против ограничений и против излишеств. То есть, золотая середина, она во все времена ценилась. И я думаю, что правильный выбор – это следовать как раз какому-то сединому пути. Я против категоричного отказа от чего бы то ни было. И против зависимости. К сожалению, сейчас зависимость вызывает даже отчасти и продукцию многих предприятий общественного питания. Хотелось бы от этого избавиться. Поэтому мы изначально решили не использовать усилители вкуса, консерванты. В общем, другие разные вредные добавки. И отчасти наша полезность связана с тем, что мы, прямо скажем честно, относимся к своему труду. Делаем его с любовью. И не злоупотребляем доверием наших гостей. Вадим, вот вы владелец ресторана. А вот сами готовить умеете? Я не могу сказать, что я хорошо готовлю, но я отношусь к тем людям, которые считают, что они готовили не очень хорошо, но люблю готовить. Так скажу. Самым коронным моим блюдом является, наверное, пельмени. По крайней мере, мои друзья говорят, что пельмени я делаю очень вкусно. Но это не так просто, как вы думаете. То есть это какой-то особый способ приготовления пельмени? Ну, есть пару фишек. Например? Например, пельмень для того, чтобы масло впиталось в него, должен быть абсолютно сухим. Ну, то есть, если мы достаем из воды пельмень и кладем его сразу на тарелку, а потом кладем масло, то масло легче воды, оно стекает по нему, грубо говоря. И часто мы получаем пельмени без масла, и внизу лужа с маслом, в общем, растаявшим. Их надо подсушить. Как? Я чувствую себя на кулинарной передаче. Повара просто сейчас будут смеяться, в том числе и мои. Но, друзья, на самом деле, эта вот фишка, которую я расскажу, она делает пельмени намного вкуснее. После того, как вы сливаете воду из пельменей, пельмени не нужно вытаскивать из воды, воду нужно слить. Вы оставляете их в кастрюлю и ставите обратно на огонь. И перемешивая, вот мы применяем в workshop технологию stir-fry, вот здесь она тоже применима. Такие вот круговые движения, кастрюлю вы совершаете, пельмешки перевешиваем, перемешиваются. Им не нужно, воде нужно дать выпариться, а пельменям не дать пристать к дну, в общем-то. Когда вы видите, что пельмени уже все, воды лишились, кладете их на тарелку, кладете в масло, и прям видите, как оно, как пельмени жадные его впитывают в себя. Это очень вкусно. Другое дело, что пельмени должны быть качественные и, скорее всего, самолепные. Это другой вопрос. А лепить умеете? Что-то про пельмени и про пельмени, да. У меня есть классная советская формочка. Но, честно говоря, давно не лепил, потому что тут вопрос фарша, опять же. У меня мама настолько делает классные пельмени, что мне сложно угодить теперь себе. Но я все-таки часто покупаю и вредную продукцию, мне нравятся чебуреки, мне нравятся чипсы. Другое дело, что я не ем это каждый день, не с утра до вечера. Я понимаю, что утолять голод, перекусить чипсами не получится. Неправильный этот ход мысли. Но иногда я балую себя и пельменями, и покупными. И вот даже признаюсь, что я обожаю со студенчества тураковские пельмени, которые считаются одним из самых дешевых. Мне не считаются. Вообще гадости, наверное, хочется практически всем периодически. Вадим, вот вы человек творческий, да? Вот я знаю, что в вашей жизни было радио, был дом культуры. И вот как так получилось, да? Что вот это вот совершенно как бы другое направление? Или это тоже творчество, просто другое? В моей жизни всегда была, есть, я надеюсь, будет музыка. И во всяких разных проявлениях. Когда я смотрел на музыку очень узко и считал, что музыка – это просто набор нот, причем в конкретном, может быть, стиле, я увлекался довольно андеграундным стилем музыки и устраивал мероприятия. Потом появилось радио. Мой кругозор немного расширился. Чуть позже стал клуб. И к музыке прибавились какие-то административные обязанности, функции. А теперь я считаю, что рамки совсем стали широкими. И теперь я вижу музыку и в приготовлении пищи, и в обслуживании гостей. Вокшоп мне дал то, чего не мог дать ДК. Вокшоп – это публичный проект. За год нашего существования многие, даже кто не был у нас или не знает меня, уже интересуются и спрашивают, что это за проект и так далее. В ДК я провел почти три года. И даже сейчас не все знают, что я имел к нему отношения, и что это такое вообще было, приходится объяснять. Мне интересно… Я парень активный, помимо того, что творческий. Мне интересно заниматься тем, что можно масштабировать, и что интересно широкому кругу людей. В этом смысле вокшоп меня очень удовлетворяет. А вот радио говорят, что не бывает бывших радиощиков. Радио всегда было моей любовью. И отчасти потому, что оно появилось в моей жизни до интернета. Еще не было интернета, не было ВКонтакте. И это первая такая объединяющая сила, которая связывала нас еще даже, кстати, до телефона. У меня не было ни городского, ни тем более сотого телефона. Да, сейчас эта любовь осталась. Я поддерживаю тесную связь со своим бывшим руководителем, со своей командой. Я постоянно общаюсь с людьми, которые работал. И вообще СМИ до сих пор вызывают у меня небольшой такой трепет, потому что что-то родное такое. Я влюблен в радио был лет 12, записывал свои эфиры дома. Но, к счастью, за три года, которые я провел на радиостанции, я, наверное, свои амбиции, по крайней мере, в Рязани реализовал. Когда встал вопрос развиваться дальше и делать в этом карьеру, я понял, что я этого не хочу. Правда, оставил авторскую радиопередачу. Я ее буквально недавно поставил на стоп, на паузу после пяти лет ведения. Ушел в отпуск, но я думаю, что через, может быть, полгода, через год я ее возобновлю, потому что это любовь, которая мне пока не угасает. Ну, авторская программа – это одно, а прямой эфир – это другое. Это когда ты в наушниках, а там люди живые. Не хочется больше так? Ну, кстати, вот классический прямой эфир мне не очень нравился. Ну, то есть это с обратной стороны радиоприемника кажется, что это очень клево, и в студии вот прям такая эйфория, и единство, и все здорово. И если ты танцуешь здесь, то там ведущие тоже обязательно пляшут на столе. Как оказалось, ну, я не могу сказать, что меня разочаровало, но тем не менее, 4 часа, которые ты проводишь в эфире, за эти 4 часа ты 8 раз выходишь в эфир, в лучшем случае у тебя есть час заявок, но вообще это как бы рутинная работа, составление плейлиста и контроль за работой оборудования. Но у нас, я считаю, мне очень повезло с радиостанцией, на которой я работал, и у нас были разные творческие… Мы творчески подходили к выполнению этой работы, радиостанция только остановилась на ноги, и мне очень нравились интерактивы откуда-то. То есть, и очень здорово, мне повезло, что руководство шло навстречу, когда я предлагал какие-то инициативы, мы делали очень интересные проекты с салонами сотовой связи, с пляжами, когда мы выходили в эфир, и делали прямое вещание, вот Татьяна, Вадим, алло, это очень здорово. И вот до сих пор, когда я смотрю выпуски новостей, и есть прямое включение откуда-то, вот тогда у меня, да, мурашки какие-то, что-то передергивается. А час заявок, и вот этот вот прямой эфир, он не столь романтичный, как кажется. Ну что ж, Вадим, спасибо вам огромное, творчество всегда и удачи. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Вадим Косе, владелец ресторана полезного питания «Вокшоп». Редактор субтитров А.Семкин